В начале апреля активы скандально известного застройщика микрорайона Новомарусина, компании, доступная жилье Новосибирск, наконец-то были переданы Федеральному фонду развития территории. И теперь реанимацией проблемной площадки будет заниматься жилищно-строительный кооператив. Вообще ОДЖН и его владелец Вадим Воровянский оставили Новосибирску очень тяжелое наследство. Материалы уголовного дела в отношении топ-менеджера компании поступили в суд еще несколько месяцев назад. Но рассмотрение пока до сих пор не начато. Почему? Об этом в сюжете корреспондента программы Леонида Лишенко. История одного из самых известных долгостроев города жилого комплекса Новомарусина берет свое начало в 2012 году, когда строительная компания «Доступное жилье Новосибирск» начала продавать квадратные метры в будущем ЖК на улице Большой в Ленинском районе. В первое время дома там сдавались без задержек, но потом начались проблемы. Я приобретала квартиру в 2016 году, брала ипотеку, вложилась в строительство. На тот момент была очень большая реклама и мне импонировало то, что также государство вложилось в постройку данного жилого дома для расселения по программе «Ветхое жилье». С 2016 года нас кормили обещаниями, что будет сдача, будет сдача дома, но так он не достроился. Как позже выяснилось, многоэтажка, в которую вложилась Ярославна Евгенова и десятки других дольщиков, изначально возводилась с нарушениями строительных норм. Поэтому ввести ее в эксплуатацию было невозможно в принципе. Часть материалов не прошли государственную экспертизу, хотя нам говорили, что это инновация в строительстве. Эти материалы удешевят постройку дома, ускорят. В итоге глава стройфирмы «Доступное жилье Новосибирск» Вадим Варвянский настолько увлекся инновациями в строительстве, что все работы на площадке Новомарусина были заморожены. А его компанию постигло банкротство. Сам же топ-менеджер попал под следствие. Летом 2021-го его взяли под стражу. Однако в дальнейшем меру пресечения изменили на домашний арест. Нечистому на руку бизнесмену-строителю инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и несколько эпизодов злостного уклонения от исполнения кредиторской задолженности. Вину фигурант признавать упорно отказывается. Вадим Васильевич постоянно твердит о том, что он ни в чем не виноват. Также его адвокат утверждает, что мы совершенно неправы, обвиняя его в воровстве. Он говорит, у него не получилось. Вот вы понимаете, человек строил, а у него не получилось. Эпопея с уголовным делом Варвянского длится уже почти два года. Изначально обманутые дольщики были не согласны с квалификацией обвинения, полагая, что следователи МВД не в полном объеме изучили деятельность девелопера, не увидев в его действиях мошенничества. Однако потерпевшие в итоге смирились с нынешним составом, полагая, что затягивание процесса выгодно обвиняемому, который в дальнейшем может вообще уйти от ответственности. Чем для нас это грозило? Тем, что следствие затянется, дело закончится, возможно, тем, что по Варвянскому не будет вообще ничего светить, потому что все сроки по уголовному кодексу истекут. Дело Варвянского поступило в Ленинский суд Новосибирска еще в июле 2022 года. Однако процесс по нему так и не стартовал. Фигурант сначала почти полгода добивался изменения территориальной подсудности и дошел аж до Верховного суда, настаивая на том, что процесс надо проводить по месту его регистрации в Москве, а не в Новосибирске, где проживает более 300 потерпевших. Потом райсуд решил вернуть материалы на доследование. Но тут уже дольщики проявили инициативу и отменили постановление в областной инстанции. Так что этой весной Вадим Варвянский должен все-таки предстать перед судом. Параллельно в арбитраже решалась судьба активов его компании. Ранее часть земельных участков передали в ЖСК, который занимается реанимацией малоэтажных объектов Новомарусина. Ну а две самых безнадежных площадки на минувшей неделе отошли фонду развития территорий. Так как ППК-фонд выплатил компенсацию согласно 218-му ФЗ, они приобретают сейчас право на права застройщика с передачей им объектов внеземного строительства, прав аренды, технические условия и так далее. По факту теперь скандально известная строительная компания «Доступное жилье Новосибирск» должна окончательно уйти в историю. После передачи прав застройщика на 1-й и 5-й дом и всех других неделимых улучшений фактически имущество у ОДЖН перестает быть. Предварительная сумма, наверное, будет превышать 1,5 миллиарда по привлечению к субсидиарной ответственности. После реализации этой процедуры ОДЖН будет ликвидировано, и мы о нем забудем, как о страшном сне, по большому счету. В итоге учрежденный государством фонд за счет бюджетных средств частично решил проблемы дольщиков ЖК Новомарусина. Только вот самому государству эти финансовые затраты вряд ли кто-то возместит. Привлеченный к субсидиарной ответственности по долгам ДЖН Варвянский сам подал наличное банкротство, и, разумеется, взыскать с него 1,5 миллиарда будет нереально. Кроме того, пострадавшие от действий застройщика люди получили в качестве компенсации лишь стоимость оплаченных много лет назад квадратных метров. А вот дополнительные затраты им, скорее всего, уже не удастся восполнить. Около 500 тысяч рублей выплатило процентов в банк, который мне никто не вернет. Нервы, деньги, здоровье было потеряно за эти 6 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова